здравствуйте мои дорогие друзья садоводы и огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огород и зимняя теплица в этом видео мы с вами будем выращивать пекинскую капусту пурпурную приятного вам просмотра м а а а а а а а Сегодня я посею два вот таких чудесных салата. Это пекинскую капусту и Алабама. Это айсберг, это качанный салат айсберг. Ну, вот французская линия, названа вот так Алабама. В общем, сейчас март месяц, 17 число. Еще вроде бы рановато для грунта, но я буду сажать в теплицу. Хочу очень ранее получить урожай, поэтому делаю это прямо сейчас. Сажать буду в контейнерочке. Значит, можно вот такие на 9 ячеек, можно на 6 ячеек, если такие контейнера. В любом случае я набиваю эти контейнера, не уплотняю рукой, просто вот об стол стукаю, вот так вот лишнюю снимаю землю. И это все мое набивание. Обрабатываю раствором фитоспорина, это биофунгицид, для обеззараживания. И проделаю отверстие, вот старым прямо маркером. У пекинской капусты маленькие очень семечки, и я сделаю полсантиметра в центре. Вот я маркером даже пойму, наткнусь я на что-то, есть там что-то такое, ну, что помешает растению расти. Вот сейчас почувствовала, да, и ухожу немножко в сторону. И вот эти семена у, значит, айсберга, они вот в такой вот капсуле, и они довольно-таки очень в огромной такой, в количестве глазури. И я их посажу на 1 сантиметр. На 1 сантиметр. Отпускаю в каждое отверстие и засыпаю землей. Буквально чайная ложка земли и попридавливаю. Ну, знаете, как, без огромной какой-то такой усилия такие, да, но все-таки сделаю так, чтобы семечко постаралось пройти сквозь эту землю. Ну, с таким усилием какое-то оно сделало, чтобы очиститься и от скорлупочки, это всего. Теперь я также раскладываю семена пекинской капусты, они маленькие такие капустные. И вновь слегка обрабатываю фитоспорином, закрываю полиэтиленом, в теплое место отношу для прорастания. Ежедневно смотрю, потому что капустные все всходят очень быстро. И если взойдут закрытые, вытянутся мгновенно в теплоте. А их нужно обязательно достать на свет, на воздух и немного понизить температуру. Всходы у пекинской капусты пурпурные. Действительно, получились вот такие красивые пурпурные. Вот так вот мы выглядим. Прекрасно выглядим с настоящими листиками. Мы действительно совершенно необычные. Прелесть какая. Одна штучка не взошла, но все равно считаю всхожесть хорошая, когда из 7-6. А это чача. Классическая пекинская капуста. Но я ее ни разу не выращивала. Я все голландские сорта выращивала. Кто-то ее очень хвалит. Кто-то говорит, ерунда полная, не получилось. Но так как я люблю все сама посмотреть и проверить, то я посмотрю на чачу сама. Спустя какое-то время. Никакого ухода, кроме полива, нет. Полив температуры теплицы. И, конечно, стараюсь содержать в более прохладном месте в теплице. Самое первое, что сажаю я в своем огороде, это горох. Просто как только есть возможность приступиться к земле, подрыхлить, я сразу же сажаю горох. Я делаю это для того, чтобы горох успел вырасти до лета мухи, которая делает горох червивым. И посаженный очень рано горох получается безупречный и всегда без червячков. А также я высаживаю рано-рано пекиночку. В этом году она у меня пурпурная. Сейчас вам покажу, как она уже выглядит, моя красотка. Ну и, конечно же, всю зелень, которая не боится. Крестоцветные не боятся. Это редис, рукола. В общем, всю зеленочку уже можно высаживать. Конечно, очень хорошо, если все это прикрыть парничком, то получится намного лучше. Вот такая симпопулечка. Невероятно красивый листовой аппарат, рисунок, да, у листа красивый. Рассматриваешь ее просто как цветок. Надеюсь, ты и вкусная такая же, моя дорогая. Конечно, если в открытый грунт, то обязательно нужно подстраховать бутылочкой, да, 5-литровый или парничок поставить. Я буду высаживать, вот первое число апреля, буду высаживать в теплицу. Так, чтобы не помешала она потом высадке томатов. Пекинская капуста пурпурная выросла. И я ее буду пересаживать в тепличку. Я буду в тепличке выращивать. Вот тут у меня шпинат растет. После зимы взошел. И для посадки мне понадобится немного золы, совочек и вода понадобится для полива. Что я сделаю? Во-первых, я разгребаю мульчу. Просто тот участок, на котором будет посажен этот вот корешок. Просто разгребаю. Я беру золы, немножко совсем, совсем чуть-чуть. Много золы не нужно. Потому что большое количество золы это щелочь. И начинаю рыхлить совочком. Вот так. Просто перемешивать с золой землю. Теперь я беру совочек, раздвигаю его в две стороны. И это мое посадочное место. Сейчас я возьму пекиночку и перевалю сюда. Нажимаю на дно. И она у меня выпрыгивает со всей корневой системой. Вот видите, какая она хорошенькая, замечательная. И сажаю я ее так, прямо по листике, чтобы она у меня была устойчива. То есть немножечко я ее заглубляю. Совсем капельку, капельку, чуть-чуть. Вот таким образом она у меня уже посажена. И я немного ее поливаю. Совсем немного, потому что в земле влаги у меня предостаточно. Пекиночка посажена у меня с краю. Томатам она не помешает, которые тоже будут вскоре высажены. И что самое главное, влаги в теплице предостаточно. Потому что я здесь поливаю редис. А заодно и все поливаю, чтобы земля не пересохла. Чтобы подготовить ее к посадке томатов. Здесь у меня, видите, крестоцветные руккола. Они тоже требуют полива. Поэтому влаги достаточно. Но всегда дежурят леечки. Они должны быть температурой теплицы. Я пришла немножко замульчировать пекиночку у приствольного круга. Я вижу, что она уже взялась. И смотрю такую картину. Кто-то уже попробовал листик. Не важно кто, но кто-то уже подходит. Поэтому я взяла перец острый. Не важно, красный он или черный. И теперь я опудрю мульчу вокруг растений. Для того, чтобы их не беспокоили никакие насекомые. Я не спешу высаживать томаты. Уже редис готов у нас. Это пекинская капуста. Пурпурная. Вот такая красавица невероятная. И можно уже помочь ей формироваться в качан. Я вот здесь начала сначала, потом думаю, нет, я вам покажу. То есть берете листики, помогаете ей вот так вот сложить эти листики. И надеваете на нее вот в этом месте не тугую, можно сказать, резиночку. От колготок от женских. Или бинт с сеточкой эластичной. Что у вас есть, подойдет. Лишь бы только это тянулось и позволяло капусте внутри формироваться. Формироваться и расти вширь. То есть так у нее все это происходит. Вот так вот. Я делаю это для того, чтобы прикрыть от солнца сердцевину. Если солнце падает туда, в сердцевину, это провоцирует светение. А так она формируется просто прекрасно. Иногда вы, когда покупаете в магазине пекинскую капусту, обратите внимание, у нее есть след от резинки. Мой уход заключается только в регулярном поливе капусты, отстойной водой, которая находится здесь в теплице. Она подогреется до температуры теплицы этой водой и поливаю. Я хочу сегодня попробовать капусту пекинскую, вот такую вот пурпурную. Давайте на нее посмотрим. Музыка. 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 Вкус капусты просто прекрасный, освежающий. Красивая, да, как цветы. Посмотрите, она как цветы красивая. Конечно, я вам такую рекомендую. Пекинская порпурная. Давайте с вами посмотрим на пекинскую капусту чача. Вот так выглядят ее семена. Вообще, эта капуста очень ходовая, любимая людьми. Ну, я ее выращиваю первый раз, потому что, в общем-то, про нее очень много хороших слов говорят. А другие капусты еще не исследованы пекинские. Я снимаю очень аккуратненько, потому что у меня тут уже новая вкусняшечка, да, формируется. Так, снимаем резиночку. Я ее немножечко наклоняю, чуть-чуть, и отрезаю ее от корешочка. А корешочек остается в земле микроорганизмом. Радость великая. Давайте посмотрим. Вот такой вот он мощный, этот корень, да, капустка. Снимаем листики вот эти старенькие. Она очень плотная, красивая. Вот такая вот прелесть. Давайте-ка ее подвесим. Корешок от пекиночки остается здесь. Старые листики тоже оставляю микроорганизмом. Все в виде мульчи. И просто все закладываю. Теперь и следа не осталось от пекинской капусты. Давай-давай, укладывайся. Кило 400. Вот такая вот красавица. Вот такая вот красотка в разрезе. Конечно же, очень вкусная, нежная, без горечи, без всяких привкусов. Рекомендую вам. Мульча капуста поспела. И передерживать ее в земле совсем не нужно. Потому что она может просто-напросто уйти в цветушисть. Или треснуть и начать портиться. В общем, это скороспелый продукт, который нужно вовремя снимать из земли. И держать его не нужно. Пускай лучше она хранится в холодильнике. Так она будет в большей сохранности. Ухода, кроме как поливы, в природном земледелии нет. Потому что мульча. Мульча – это скошенная трава, которую поедают микроорганизмы, заменяет все в природном земледелии. Ее перерабатывают микроорганизмы и насыщают землю всеми необходимыми питательными веществами. Ну а залу мы с вами добавили в начале посадки. Зола служит фосфорно-калийным удобрением. Давайте снимать урожай и посмотрим с вами на красавицу пекинскую. Пурпурную капусточку. Я немножечко ее наклоняю вниз и отрезаю ножом от корня. Корень остается в земле. Он будет там служить тоже питанием и таким домиком для микроорганизмов. Я снимаю резиночку. Эта резиночка может послужить и в следующем году. Листья у этой капусты довольно-таки хрупкие. Намного хрупше, чем у капусты зеленой. Вот эти листики я снимаю и оставляю их прямо здесь на месте. Они тоже станут едой для микроорганизмов. Они станут мульчей. И мы с вами имеем вот такую прекрасную, шикарную пекинскую капусту. Вот такую красоточку. Давайте посмотрим, сколько она будет у нас весить. 800 грамм. Первую, которую я сняла, весила 700 грамм. Вот так выглядит капуста в разрезе. Она прекрасна, просто красавица. На вкус она очень приятная, нежная, освежающая, без всяких дополнительных привкусов. Конечно же, я вам такую капусту буду рекомендовать. А если это видео вам понравилось и было для вас полезно, то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И смотрите мои следующие видео про сад, про огород, про зимнюю теплицу, про рассаду, про природное земледелие, да и про жизнь за городом вообще. Берегите себя, всем любви и счастья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok